Время универсального формата Время универсального формата Все это благодаря нашим гостям, которые так или иначе пропагандируют здоровый образ жизни Итак, представляю вам наших гостей Знакомьтесь, это у нас инициативные ребята Никита Барский, участник проекта инициативы Здравствуйте Здравствуйте Наиле Фазлов Здравствуйте И рядышком со мной расположился Александр Барыкин Добрый день Ребята, во-первых, расскажите, пожалуйста, познакомьтесь со своим проектом Как давно существует, как инициатива-то возникла Инициатива возникла очень просто То есть организатор как бы непосредственно я Есть такой проект «Чистота» Он находится в городе Москва Ну как бы у них есть группа ВКонтакте Ребята развиваются То есть пропагандируют активный отдых Это туризм, скалолазание Там диггеры у них там процветают периодически В общем, развлекаются как хотят Мне стало интересно, есть ли в Самаре такое Пытался найти, как бы не получилось Возникла идея создания чего-то подобного То есть почему нет Наверное, месяц у меня эта мысль в голове кружила-кружила Вот, что-то как-то решиться я не мог Вот Ну и решил сделать самый простой как бы вход Просто написать организатору проект «Чистота» Говорю, так и так Хочу в Самаре устроить такую небольшую чистоту Он говорит, да не вопрос, давай делай То есть методические материалы, там какие-то, ну основы Как это все сделать То есть там организация группы ВКонтакте Там разработка логотипа и все остальное Это там заняло буквально там сутки, наверное Вот, создал группу ВКонтакте Определились, значит, с правилами Как бы участия в данном проекте Ну и, собственно, начали набирать народ На данный момент проект инициатива существует полгода уже Ну как бы проведено у нас сколько? Три семинара таких было веселых Два выхода в поля Ну и в дальнейшем, то есть тоже там планируется Масса всяких интересных мероприятий Основная идея проекта в том, что Вытащить людей из компьютеров, телевизоров и все остальное На природу, где они смогут пообщаться, научиться чему-то новому Ну как бы просто хорошо провести время в конце концов Вот То есть, но при этом как бы Ставка сделана в основном у нас, к сожалению На мужскую половину общества Потому что, ну, я думаю, что не всем девушкам будет интересно лазить Там по заброшенным зданиям или еще что-то такое Ну как бы Мальчики были склонны к такому времяпрепровождению Хорошо, согласны в этом Вот То есть, при этом как бы Скажем Никто не запрещает Ну да, то есть, если есть желание, то ради бога Мы как бы рады Но пока что-то таких у нас нет Пока еще Пока нет Да, пока нет Смельчачек таких, да? Ну, один раз было, когда был у нас первый выход в зимний лес Со мной моя девушка пошла После этого я очень много всего выслушал Что я больше с вами никуда не пойду Это очень холодно, там, мокро, противно И мне это не понравилось Я буду дома сидеть, там, перед телевизором сериал смотреть Ну, как бы, решать каждому Вот А, то есть, пропаганда здорового образа жизни идет у нас именно Ну, как бы, в проекте инициативы идет Через, можно сказать, такой слоган, что Мужчина должен быть воином, да? А воин должен быть здоровым Ну, чтобы, да, ты мог защитить, там, свою семью Самого себя и всего остального Вот, поэтому Собственно, вот так Такая идея пошла Идея такая, как бы, она и была изначально Вот, то есть, идея позаимствована из проекта «Частота» Вот, на данный момент в проекте «Частота» присутствует Там еще пару, тройку, по-моему, таких же проектов Раскиданные по городам Такие дети, скажем так Ну, да, да, такие дочерние предприятия Вот Ну, занимаемся как-то Нравится, пока все хорошо Пока нравится Вот эти ребята, которые по бокам, собственно говоря Слева, справа от вас Знакомы ли до проекта? Либо, может быть, это активные участники? С Наилем не знакомы Да, Наил, рассказывай всю свою историю Как стал вообще участником проекта? Как узнал о нем? Быть может, всегда занимался каким-нибудь туризмом, спортом и так далее? А тут Я всегда занимался спортом Это смешанное единоборство Это прикладное боевое самбо И, соответственно, поскольку прикладное боевое самбо Всегда хочется проверять навыки в условиях, приближенных к боевым Максимально приближенным, но без травматизма, без экстремизма и прочего Всегда интересовал на живой бой И всегда посещал тренировки Мне скинули сообщение ВКонтакте Товарищ говорит Вот ребята собираются в Самаре Скажу, посмотрю Пришел, посмотрел Думал, какие-нибудь забавные люди Думал, что будет очень смешно Нет, нормальные ребята Стал по возможности приходить на тренировки, посещать Даже на выходы в лес был, присутствовал Все очень замечательно Все очень грамотно Ничего не вызывает раздражения С людьми очень удобно дружить Очень весело проводить время, когда время находится Сам я тренирую людей Сейчас активно не выступаю Тренирую людей именно по прикладному Боевому самбо И по смешанным единоборствам Поэтому, как бы, со своей стороны Могу сказать То есть, ребята не клоуны Ребята все делают хорошо, правильно У них нормальные методики Нормальный к всему подход Все на пользу, так или иначе Да, все на пользу Александр Вы как давно знакомы, собственно говоря С нами проектом? С Никитой я знаком Ну, три года уже Года три, может, чуть больше В проект попал, в принципе, совершенно случайно О его существовании Мне Никита как-то не рассказывал Может, и снялся или еще что-то То есть, не так, что Пошли, пошли, ты со мной И будешь первым, кто пойдет со мной В зимний Нет То есть, было как То есть, на одну из тренировок Этой весной Он меня пригласил Чтобы я отснял, так скажем Процесс для группы Ну, для того, чтобы Был какой-то наглядный материал Чем занимаемся на тренировках Вот, стало интересно Поскольку Ну, на тему ножей У меня такая Нездоровая любовь, так скажем Я очень люблю холодное оружие Вот, и стало интересно То есть, самому научиться им пользоваться После этого Посетил несколько тренировок Стал стараться подстраивать На работе график Так, чтобы совпадал с тренировками Был потом первый полевой выход Потом второй Вот, ну и сейчас Как-то активно тренируюсь Стараюсь Вроде получается Во благо, опять же, себе и своему здоровью Опять же Ну, сегодня мы обсуждаем То, что действительно У нас молодежь, молодое поколение Наше, ну и не только молодое Выступает за здоровый образ жизни Вот, в этих трех словах Здоровый образ жизни Что кроется, по вашему мнению? Ну, это не только же спорт Да, и от констренных привычек Возможно, что-нибудь еще? Мотивация, прежде всего Ради чего Как бы вы хотите вести здоровый образ жизни Конечная цель же тоже важна Ну, потому что Просто здоровый образ жизни Ну, да, не пить, не курить Ну, как бы, вот ты здоровый Но зачем? Для чего? Вот Саморазвитие определенное Все равно должно быть Как бы, да, идея основная какая-то Зачем Зачем ты бросил пить И курить? Я хочу поднять 200 килограмм Здорово, молодец, поднимай Поднял, да Это модно Да, это модно Вот, опять же То есть, ну Слушайте, ну это действительно Знаете, такая мода сейчас пошла Ну, социальные сети и так далее И это действительно какое-то модное слово Не то, что даже Где-то внутри, как вы говорите Это понимание, да, приходит от того Что здоровый образ жизни Это не просто вот-вот-вот Какое-то достижение цели А это действительно образ жизни Вот А вот эта мода вас Ну, немножко не раздражает Среди там каких-то людей? Мода Мода, пожалуй, нет Поскольку Я бы не сказал, что это самая плохая мода Это не самый Не самая Нехорошая модель Которую можно следовать А почему именно Здоровый образ жизни? Почему именно спорт? Просто, как Никита сказал Самое важное и необходимое Для человека Это саморазвитие А в чем суть саморазвития? По сути, человек узнает сам себя И приходит к себе настоящему Как можно узнать самого себя? То есть, лежа энное количество времени на диване Ну, как бы я сильно сомневаюсь То есть, человек Такого дома в современной, да, я помню Человек себя узнает Только через какие-то свершения для себя Только сделав что-то Что он полагал для себя невозможным Он понимает, что он, собственно, стоит Что он из себя представляет Поэтому оптимальный для этого способ Ну, пожалуй, это спорт Это серьезная работа На благо людям Интересная, не нудная, не рутинная Это интересный отдых Который, опять же Да, почему не Интересный отдых Общение с людьми Что ж, ну, как всегда Мы для наших зрителей Готовим интересные подарки Интересные билеты В этот раз разыгрываем билет На концерт Юрия Самарского При участии эстрадного оркестра Я думаю, это очень интересное Будет мероприятие Филармония, оно пройдет Ну и, собственно говоря, вопрос Касается нашей теме Когда отмечается Всемирный день здоровья 202.11.22 Справитесь с этим вопросом Конечно же, получите Два билета на этот Замечательный концерт Мне кажется, что здоровый человек Это не только физически здоровый Как говорится Но и душа должна быть у человека В первую очередь Красивая, открытая, здоровая Сколько же воспитанных людей в Самаре? Такой вопрос Мы адресовали жителям нашего города Что же получили в ответ? Давайте посмотрим Воспитанный человек Это человек, который Приступает по совести По зову души То есть он никогда не Сделает никакого плохого поступка И будет всегда поступать Так, как считать нужно Много ли воспитанных сейчас В нашем мире? Я надеюсь, что много Конечно, воспитанных Я надеюсь, что люди остаются Еще в нашем мире И они встречаются Сейчас трудно очень сделать Большое различие между Образованием и культурными людьми Поэтому культурный человек Скорее всего, это Большей частью терпимый И не агрессивный Ну, конечно, читающий Который в театр ходит Фильмы смотрит Образованный тоже в том числе Не будет мусорить воспитанность Ну, то есть он За столом будет себя нормально вести Одет он будет прилежно Ну, как бы так И семья, как правило, участвует в воспитании И общество, и школа Поэтому Ну, воспитанный Ну, естественно Образованный должен быть Культура присутствует в общении Вот это, наверное Воспитанный человек Но который соблюдает, наверное, манеры Ну, всегда говорит Привет, здравствуйте Элементарно Извините, простите Который не хамит Не, не знаю Не ставит себя выше других Когда того не следует делать Как-то так А воспитанный и образованный Одно и то же? Ну, нет Я бы не сказала Образованный человек Не может быть Точнее, может быть И не воспитанным А воспитанный человек Наоборот Может быть И не иметь Допустим Высшего образования Это может из семьи идти То есть Не обязательно образование На это влияет Воспитанный человек Человек, который Своим поведением Существованием Не доставляет Минимум Неудобства Окружающим людям Универсальный формат В прямом эфире У нас есть звонок Если не ошибаюсь Здравствуйте Как вас зовут Уважаемый телезритель? Здравствуйте Как зовут? Представьтесь, пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Надежда Надежда Очень приятно Скажите, пожалуйста Знаете ли вы ответ На наш вопрос Когда отмечается Всемирный день здоровья? Я думаю, что это Седьмого апреля Седьмого апреля Это действительно верный Ваш ответ День здоровья Назначен, между прочим В день создания 1948 году Всемирной организации Здравоохранения Вот такой повод Этого замечательного праздника Все вместе празднуем Ну а вам достается Два билета на концерт Юрия Самарского При участии Эстрадного оркестра Вы довольны? Да, очень спасибо Очень спасибо Есть с кем пойти Скажите, пожалуйста Уже Счастливчик Есть, есть, есть Ну передаем привет ему Спасибо Ну что ж Спасибо вам большое За звонок Ну и оставайтесь В таком же Позитивном настроении Весь сегодняшний день Ну и конечно же Скоро выходные Я думаю тоже Они должны пройти у вас Позитивно Тем более Мы празднуем День города Самары Который, мне кажется Праздник Любого жителя Любого человека Который любит этот город Так, хорошо Продолжаем По нашей теме говорить Проекта полгода Проекта полгода Сколько примерно Сейчас участников Вообще Можно ли почитать Есть такой Какой-то активный Скажем так Костяк Конечно, да Костяк есть В Костяк Входит Примерно 15 человек То есть это люди Регулярно посещающие Все Ну по возможности Так скажем Тренировки Все мероприятия Проект Вот Также существует Как бы Группа ВКонтакте Вот Которая насчитывает Порядка 500 человек На данный момент Вот Ну как бы Там Не только Самара Там и Казань И Краснодар И Москва То есть То есть Сынгра поддерживает Ваши какие-то Да Ваше мнение Ваши позиции Собственно да Вот Ну Чем больше народу Тем веселей Как бы Ограничений у нас Нет никаких То есть набор Возраст Возраст Ну возраст Есть ограничения Два Это Значит Если вы приходите Заниматься самостоятельно Вам должно быть От 18 лет Если Вам Меньше 18 лет С вами должен Прийти так сказать Ваш поручитель То есть там Старший брат Ну желательно родственник Потому что Как бы Бабушка, дедушка, родители Нет Бабушка, дедушка Нет В основном папа Папа там Или маму Потому что Ну там Очень много ребят Которым там 16-17 лет Но Нет ребят Извините Отвечать за Ваше здоровье Да Вообще Очень сильно не хочется Потому что Потому что Очень много людей Которые Не слушают Технику безопасности Ну случается Всяка Хорошо Вот Значит Прийти к нам Можно очень просто Можно написать Вконтакте В поисковике Набрав Проект Инициатива Собственно Там будет Черный кружочек Белая буковка И Это мы Вот Либо Если Как бы Доступ к компьютеру Нет Да Вряд ли Но все-таки Ну в общем Да Контакты У нас То есть Воскресенье Суббота-воскресенье В 11 часов На входе С московского шоссе В парке имени Гагарина Мы собираемся И там Собственно У нас проходит Общение и тренировка Общение и тренировки Да Ну и какие-то вылазки Какие-то мероприятия Как сказали Семинары Да Они заранее планируются Они сразу планируются заранее В интернете освещается Да Сейчас Скажем так Закрытием Летнего сезона Буквально Стоит тепло И станет холод Холодно Слякотно Мерз Замерзнуть Быть может Будет ли какое-то Не знаю Место перемещения Думайте Планируйте Тренировки Всегда То есть У нас проходит В одном месте Как бы Ну Показала практика Там Морозы Не страшны Не страшны Вот Не помеха Отлично Ну в связи С закрытием Летнего сезона Да У нас будет Выход Пока планируется Одна дне Ну как бы Двухдневный выход С одной ночевкой Но посмотрим По занятости Участников И возможно То есть Сроки будут Несколько увеличены Если интересно Присоединяйтесь Ну что ж Вам спасибо большое За нашу беседу Спасибо Что делаете Какие-то варианты Отдыха Совместного отдыха Быть может даже Незнакомый Но потом Впоследствии Дружной компанией Какими-то интересными Опять же Спортивными Ну и здоровыми Что ж Мы с вами Давайте посмотрим Небольшой сюжет А после Встречаем Новых гостей В этой студии Люблю танцевать Люблю наш театр Особенно Опера и балеты Вот Этот театр Просто Чудесный И он По своему Внешнему Так сказать Сейчас Очень интересен И по Репертуару И у нас Прекрасные артисты Я больными танцами Занималась Ну очень давно Правда Еще в студенчестве А почему выбрали Им на хореографию Очень сложный вопрос Ну В школе Когда мы раньше Учились Была художественная Самодеятельность Всегда Поэтому Танцевать и петь Надо было уметь Старалась Это делать Профессионально Я занималась Раньше Бальными танцами Но бросила Люблю Ну Разный танц А сейчас Не танцуешь? Нет Танцевать люблю Профессионально Не занимаюсь Но Как-то все равно В жизни есть танцы Присутствуют А какое направление нравится? Я танцую все Все виды танцев Но Профессионально Как я и сказала Не занимаюсь Нет Не умею Не люблю Даже смотреть Лицезреть? Нет Балеты я могу посмотреть А вот так Клуб ходить Я не хожу Я сама не танцую Но у меня Очень много Знакомых Друзей Танцоров Вообще Как бы Тесно связана С их увлечениями Как-то То есть Общаюсь Знаю Некоторые В этом Вопросе Вещи Так что Сама я не увлекаюсь Но мне это интересно Можно так сказать Танцевать уже поздно Никогда не поздно А какой вид хореографии Вас увлекает? Когда красиво Все нравится Когда это красиво Талантливо В мастерских Нравится все Ну я вообще И сама любила Раньше танцевать А вообще Танцы это очень хорошо Движение Молодость Сразу ощущается В душе Нет Танцы это очень хорошо Какое направление Вам нравится? Мне какое направление Нравится? Ой Да все Наверное Люблю очень Балет Очень люблю Ну В принципе Мне нравится И как молодежь Танцует Движение Это жизнь Действительно Движение Это жизнь Молодежь Зазож Так звучит Наша Сегодняшняя тема Ну и конечно же Наши следующие гости Знают все О культурно-досуговой Скажем так Части Молодежной жизни О здоровом Опять же Досуге Итак Представляю вам Это у нас Денис Новиков Ну я думаю Уже Здравствуйте Неоднократный посетитель Нашей студии Здравствуйте Денис Очень рада вас видеть Наталья Копылова Здравствуйте Ну и Роман Овинников Правильно Все подписала Всех рассказала Рассказывайте пожалуйста С чем к нам пришли Ну я так понимаю Что действительно У вас множество проектов И какие-то И нашумевшие Которые действительно В Самаре Известны всем И это Вечерки Это какие-то Танцы Рассказывайте пожалуйста Чем удивляете Молодежь Ну вообще Уже да Поскольку Занимаемся На этом поприще Наверное Около пяти лет То Разрослись И Уже наверное Какие-то Достилили успехов В разных Сферах деятельности Но все они направлены Прежде всего На воспитание молодежи На повышение уровня Сознательности На развитие здорового Образа жизни Который включает в себя Отказ от вредных привычек Спорт Здоровое питание И повышение Культурного Народственного уровня Обязательно Образовательного Да Наверное Вы знакомы С одним из проектов Которым я занимался Это русские пробежки Один из основных Кроме того Сейчас У меня еще Своя танцевальная студия Социальных Парных танцев И это тоже Здоровый образ жизни Также мы читаем Лекции О вреде Алкоголя И табака Также Проводим Вместе с Натальей Ребем с руководителями Проекта Самарские вечерки Это русские Народные традиции Возрождения их Способ досуга Русских людей Также Мы с Романом Занимаемся Федерацией физической культуры Здорового образа жизни Самарской области Где проводим Специализированные Спортивные мероприятия Много-много-много Всего на самом деле И все эти действия Направили на то Чтобы у молодежи Был альтернативный Образ жизни Деструктивному Летний сезон Действительно завершился Я так понимаю Что было очень много Интересных мероприятий Интересных каких-то Проектов Которые успели реализовать Расскажите про это Самое такое яркое Что было Какое мероприятие Какое-то может быть Не знаю Сбор, семинар Поездка Была интересная Летний Ну вот самое интересное Наверное было Что мы как тренеры-общественники Вместе с Натальей Копыловой Ездили в Крым Я туда уже езжу третий год И провожу там Пророссийские мероприятия Восстанавливающие Культурную и духовную связь с Россией И там мы посетили города Бахчисарай, Севастополь Симферополь Керчь В Керчи мы участвовали На слете добровольцев Также на празднике Мир спорта и добра Где принимали участие В марафоне Где мы также там В Керчьском детском доме Провели русские народные игры Забавы В Севастополе Это был эко-парк Лукоморье Центральный парк города В Симферополе Мы читали семинар О здоровом образе жизни Спорте и русской культуре Для партии Великое Отечество Крымского отделения В Бахчисарае Мы на Дне Семьи Любви и Верности Участвовали Тоже как бы представляли Русскую культуру И Сторые этого праздника Наверняка рассказывали Вот Мы скорее даже Показательные выступления делали Показывали мастерство владения Крутки казачьей шашки И проводили опять же Русские народные игры И забавы Это было очень увлекательно Наверное практически у нас Не было свободного времени Мы за 10 дней Только 3 часа на море На самом побывали для себя Наталья Не печально ли было Быть рядом с морем И не полоскаться? У нас очень большая плотность Событий была И все они были насыщенные Яркие Поэтому Не было никаких переживаний К тому же у нас Волга своя Очень замечательная есть Надо ценить то Что мы имеем Море нам хватило И наверное было бы обидно Если бы мы Какое-то из мероприятий Перечисленных Денисов Не посетили Потому что Во-первых Для большинства жителей Это в новинку У них это не так Распространено Как у нас И люди С широко распахнутыми глазами Смотрели Впитывали И были на самом деле В таком культурном шоке От того что Такой эффект От русских традиционных игр Можно произвести И такой большой Объединяющий эффект Они дают Вот Поэтому наверное Самое приятное было в этом Ну и плюс Весь Крым мы объехали И то есть Это тоже не может быть Незапоминающимся Конечно Хорошо О спорте хочу поговорить Точнее даже О двояком Его К нему отношению Многие говорят Да то что Спортсмены Это люди здоровые Кто-то говорит Что наоборот Спорт калечит Что спортсменов Здоровых не бывает Вот как К этим высказаниям Отновестись Наверное К Роману Хочу обратиться Все таки Ну понятно Что каждый хочет Для себя Золотую середину найти Чтобы и быть здоровым И достичь Каких-то результатов Откровенно говоря Наверное На третьем Взрослом разряде Заканчивается Здоровье Поэтому Сейчас Огромное количество Придумано Биологических Добавок Пищевых Добавок Восстановителей Энергетиков И так далее И так далее В силу того Что спортсмен Все таки теряет И больше энергии На восстановление Ему больше нужно Всего этого Но Как я уже сказал Для себя Приоритеты Люди расставляют Кто-то может Где-то на здоровье Наступить Чтобы Стать чемпионом И так далее Ну как наши ребята Говорят Мастером спорта Может стать каждый А чемпионом мира Только избранные Поэтому Каждый Каждый должен Понимать Для себя Видеть его Цель Видеть его Вершину Дойдет он До тут И докуда Дойдет И что он Этим хочет Сделать Для окружающих И для себя Лично Если человек Становится Физкультурником И я такое Огромное количество Людей знаю Не то что Физкультурники А даже по разным Видам спорта Занимают Призовые места Доминируют И собой Представляют И реально здоровый Образ жизни Зная что они Не принимают Запрещенных добавок Правильно питаются Не пьют Не курят И просто Красивые люди Со стороны На которых Приятно посмотреть И захотеть Стать такими же Здесь все таки Да Надо найти Золотую середину Когда Понимаем Да то что Профессионалы Спортсмены Это одно А люди которые Просто поддерживают Какое-то Активный образ жизни Не будем называть Допустим даже это Спортом Активный образ жизни Увлечения И так далее Какое-то хобби Это другое Наверное знаете Как можно разделить Действительно Профессиональный спорт Спорт Как бы любительский И физкультурное направление То есть Люди могут Просто кататься На роликах Просто для себя Там немножко Бегать на лыжах Там и так далее Это мы отнесем Грубо говоря К физкультуре Вот Люди могут там Ходить в зал Для себя Просто тоже Заниматься уже там Что-то более серьезное По нагрузкам В этом плане Ну и соответственно Люди когда пытаются Занимать призовые места Где уже Все направлено Именно на достижение Высоких результатов Это наверное Все три разные категории Что ж Есть вопрос У меня еще один К нашим телезрителям Разыгрываемый билет В кино Киномечта Любой сеанс На двоих людей На двоих человек Ждет вас Кто автор Высказываний Счастья Как здоровьем Когда его не замечаешь Значит оно есть 202 11-22 Мне кажется Прекрасное Высказывание Действительно Передающее всю реальность Поэтому Кто же автор Этих прекрасных слов 202 11-22 Билеты в кино Ждут именно вас Хочу поговорить Теперь о таком Направлении Третьем Скажем так Это есть Танцевальное Можечко рассказали Что есть Какие-то социальные Танцы Парные танцы Смотрю Являюсь Подписчивой Вашей страницы Смотрю Какие-то есть Направления Русские Народные Действительно Для вечерок Так понимаю Ставится Ну Это Как сказать Пришло Когда я начал Когда я еще был офицером Я понял Что Каждый мужчина Должен уметь Танцевать И Прекрасное У меня тоже Четыре поколения Военных То в общем-то Наших Учебных Военных заведениях Раньше всегда учили Танцевать Вот К сожалению То в котором я учился Не были представлены танцы Я понял Что я должен Это пробел В своем образовании Мужском заполнить И Начал изучать И постепенно Ну изучал я Так получилось Аргентинское танго Потом другие Латиноамериканские танцы И Пришел к выводу Что Я обязан знать Своё Родное И постарался Сделать социальный проект В рамках Движения За здоровый образ жизни Для молодежи Чтобы вот Они могли приобщиться К культуре Русской культуре А потом уже Так получилось Что развиваясь В этом направлении Я более углубился Познакомился С таким явлением Как вечерки И вот мы Как раз Познакомились с Наташей И вместе Этот проект Реализовали Общественно доступные Большие мероприятия Например Мы проводим В доме культуры Железнодорожников Где примерно 200 человек Собирается И это Игры Забавы Танцы Кадриль Краковяк И так далее То есть Это досуг И быт Можно сказать Наших соотечественников Еще буквально 100 лет назад И дальше Наталья Ну расскажите нам Вообще трудно ли Сейчас Не знаю Такое слово подберу Вы меня если что Подправите Заманить молодежи Именно на русские Какие-то такие забавы Либо наоборот С охоткой Как-то Хотят ознакомиться Воспринимают это И думают Ах вот как Веселились наши бабушки И дедушки На самом деле Если этот термин Использовать То заманить Как раз трудно Потому что Все-таки Есть еще Ассоциация С вечерками С какими-то Традиционными Досугами Якобы они скучные Якобы они какие-то Неинтересные Они там Для бабушек Скорее всего Либо это какой-то Фольклор Такой концертный Но тем не менее Когда молодые люди Приходят Именно на полноценную Вечерку И понимают Что за 2-3 часа Они могут На самом деле От души повеселиться И понимают Что если они танцуют Традиционные танцы Тот же Краковяк Или кадриль Они Во-первых Это идет Это тот же Социальный танец То есть идет Общение Очень плотное Причем ты можешь Потанцевать Не с одной барышней А с разными Также и девушки Могут с разными Юношами потанцевать И Собственно говоря Полотни Лучше познакомиться С ними Корректно Корректно Да конечно То есть это Очень такая Замечательная форма Для знакомства Для чего и были созданы Вечерки Действительно Место и время Когда можно познакомиться При этом это не скучно Это очень весело Забавно И также на вечерках Присутствуют игры Молодецкие забавы И какие-то Активные игры Интерактивные игры Где нужно И ловкость свою показать И сноровку И умение И интеллект Потому что Некоторые игры С такими правилами Что человек рассеянный Он скажем так Останется Где-то На последних местах При этом Народные игры Таким образом устроены Что даже если ты остался Последним Это не обидно Это обыгрывается Да То есть таким образом Воспитывались В свое время Самые лучшие качества Вот И молодые люди Когда они приходят Они участвуют в этом Они понимают Как это здорово И уже вот в следующий раз Намного проще их Кстати даже если есть победитель То он побеждает Очень органично И достойно Ни над кем Не возвышаясь А вообще Именно На чувство общности Направленной игры На выстраивание Взаимоотношений Именно Командным Так вот Современным языком Чтобы Один был человек Частью общего А общую Это всегда принадлежало каждому У нас при этом Сейчас основная задача Наверное Стоит именно в том Чтобы Привлекать Именно молодежь Ну где-то От 15 до 30 лет Чтобы проявить наши ценности Исконно наши ценности Особенно В тех условиях Когда Идет Откровенная Западная пропаганда Которая подменяет Наши нравственные И моральные устои Культурные основы И в итоге Плодит Конформистов И космополитов Когда Тогда как сейчас Родина нуждается Очень сильно В осознанных Патриотов И русских Не просто потому что Они так названы А именно Культурных Людях Образованных Людях Те которые будут Осознанно трудиться Чтобы наше завтра Было лучше чем вчера Но опять же Толерантных Принимающих Другую культуру Но все равно Любящие и ценящие Свою Мы с покон веков Всех объединяли Поэтому здесь Конечно Как русский язык Объединяет всех Так и русская культура Конечно же Объединяет тоже Всех Пушкин Для всех Пушкин И вот у нас Получается Одно из последних Мероприятий Очень удачных Было проведено Это форум Выставка Молодежных инициатив Проходила в Самаре Буквально Вот на прошлой неделе И на площадке Собрались представители Самых активных Молодежных организаций И нам удалось Именно вот Среди этих ребят Активных Молодых Провести Молодецкие забавы Игры Они пошли Конечно На ура То есть Вот Наша задача Наверное Сейчас Принимать участие Не только привлекать На вечерке людей Но и продвигать их В каких-то других Молодежных Семинарах Собраниях Семинарах Да Чтобы как можно больше Молодых людей Видело А когда видят И участвуют Они уже сами Потом приходят И ведут за собой Друзей Поэтому здесь Вот Кого есть желание Да Вы пожалуйста Приходите И пробуйте себя Хорошо Ну и Какие мероприятия Ближайшие Не знаю Касающиеся спорта Быть может Касающие опять же Русской культуры Традиционной Что вот есть запланировано Либо пока еще так Осенний Я скажу Но мы знаете Вот эти вот моменты Включаем В основные мероприятия Силовых видов спорта То есть Когда появляются паузы Заполнение грамот Подсчет очков Командного перенства И чтобы зрители Не тосковали Мы включаем Вот эти мероприятия И кстати говоря Многим людям Они намного интереснее Чем силовые направления Ну это имеется ввиду Зрители непосредственно И многие это видят Просто впервые в жизни Может быть где-то В телевизоре только видели Однажды Я уже перечислять не буду Наверное пальцев рук Не хватит ни у кого из нас Сколько номинаций Мы можем провести Начиная от ходули И горловым ломанием Стрел Хождение по битому стеклу И заканчивая там В общем огромное количество Ну и если все-таки Вспомнить тему Нашего сегодняшнего эфира Здоровый образ жизни Да действительно Мы сегодня выяснили То что это не только Отказ отредных привычек И спорт Это еще многое другое Это опять же Воспитание каких-то Своих ценностей Да и семейные ценности Все это входит В образ жизни Но все-таки У вас на примере Есть Не знаю Такие люди Опять же Которые Как-то близки к вам Которые вот отказывались От привычек Которые вот Как-то Переменилась у них жизнь Когда они Поняли всерьез Что такое Вот эти три слова Здоровый образ жизни Конечно Очень часто Люди ко мне приезжали Даже говорили Денис У меня такая Трагедия Я бросил пить И понял Что мои друзья Это не друзья А собутыльники Потому что Без такой причины Как алкоголь Они не готовы Со мной общаться Разделять мои интересы И поддерживать меня В моих устремлениях И для многих Это на самом деле Очень большой крах Действительно Очень часто бывает Что вот Очень много Учеников в школах Или вузах Становятся белыми воронами На этом пути И очень тяжело Найти единомышленников Поэтому Слава богу То что например Были до нас Будут и после нас И есть такие как мы Которые именно Создают альтернативу Вот этому Дистрактивному Розу жизни Досуг Где люди могут Объединиться Из народа Не из-под палки Собраться И он Обретет единомышленников Вот Это мы На это все Стараемся Силы приложить И таких Становится все больше Слава богу Пока у нас Социальные сети Свободны Молодежь может Объединяться Сама свои Интересы Формировать Создавать Альтернативное Информационное поле И я могу сказать Что число Абсолютных трезвенников Ведущих здоровый Спортивный образ жизни Увеличивается С каждым разом И мы надеемся Что это будет Только Более успешно Действительно Многие боятся Как-то сказать Нет Да Потому что Будут выглядеть Глупо В глазах Вот что Можете сказать Как-то Друзей Пока Это же это не твой друг Который Нет Тут ситуация такая То что Редко дружба Такая сохраняется Дружба Это всегда Займоуважение То есть Они могут Например Вести такой образ жизни Ты можешь вести другой Но ты можешь Посидеть Их поддержать Вместе с ними Где-то за столом На каком-то мероприятии Событий Но не каждый Уже пятницу В самом деле Ты можешь их пригласить В зал На лыжах покататься На танцы сходить На соревнования Спортивные И если они тоже Тебя в этом поддержат То наверное Дружба может сохраниться И вы так Сможете дальше С этим жить Уважая интересы Друг друга Да и вообще Не должно быть Какого-то антагонизма Я считаю То есть Очень много У молодежи возникает Антагонизма Когда они бросают Пить и курить Это нормальная Защитная реакция Психологическая Но нужно С ней бороться Потому что Люди Которые Не дозрели Не дошли До твоего уровня Какого-то там Сознания Там позиций Они все равно Остаются твоими Соотечественниками Остаются твоей Дальней кровинушкой За которую ты должен Бороться Своим примером У нас Мало времени До конца эфира Поэтому спасибо Что были у нас Сегодня в гостях Ну а вам дорогие друзья Желаю хорошего дня Пока Редактор субтитров А.Семкин